Фестиваль зимней рыбалки на озере Цзинбаху в городском округе Муданзянь проводится ежегодно. Открывает праздник по традиции поднятие первой сети с уловом. Это поставили сегодня утром. Расставляли с Настей самые опытные из местных любителей подлёдного лова. Результатом остались довольны. Это ещё не самая крупная рыба. Думаю, попозже будет крупнее. Но дело даже не в размере. Главное – вкус. В это время он особенный. Жира в рыбе мало, поэтому мясо очень нежное. Зимней рыбалкой на озере Цзинбаху занимаются более 4 тысяч лет. Об этом свидетельствует большое количество древних орудий для лова рыбы, найденных археологами в регионе. Традиционные способы подлёдной ловли в ходу и сейчас не обходятся, впрочем, и без нововведений. В этом году их сразу несколько. Впервые это, по сути, были две сети в одной. Одна поменьше, вторая побольше. Мы использовали специальный аппарат для спуска под воду. Он позволяет значительно упростить процесс. Работа, которая раньше заняла бы 10 часов, теперь требует около 4. Поэтому в одной бригаде у нас не 40-50 человек, а только 30. Весь улов тут же распродают. Покупатели съезжаются не только из окрестных деревень и городов, но и из соседних районов. Под впечатлением от яркого действия, многие покупают даже больше, чем планировали. Я купила рыбы на тысячу юаней, по 136 юаней за килограмм. Очень понравилось, как доставали сеть. Впечатляющее зрелище. Дзинбаху – это уже своего рода бренд. Все знают, что вода в озере очень чистая, так что и рыба здесь выше всяких похвал. Сам планирую купить килограммов 100. Часть раздам родственникам и друзьям. Рекордный улов на фестивале зимней рыбалки на Дзинбаху зафиксировали в 1998 году. Тогда местным рыбакам удалось одной сетью выловить 43 тысячи килограммов рыбы. А самая крупная из улова рыба по результатам аукциона была продана почти за 34 тысячи юаней, то есть 340 тысяч рублей. Получится ли превзойти этот результат, покажет время. Нынешний праздник подлёдного лова продлится на озере до 27 февраля. Яна Романюк, Панорама. Продолжение следует...